СИБГАУ Здравствуйте! С вами Анна Морзовик и СИБГАУ Онлайн. Накануне мужского праздника, Дня Защитника Отечества, мы решили выяснить, каким же видят образ настоящего мужчины сотрудники и студентки СИБГАУ. Спросим у них? Как вы думаете, какими качествами должен обладать настоящий мужчина, работник СИБГАУ? Если мужчина работает у нас в ВУЗе, в первую очередь он должен быть настоящим интеллектуалом. Где, как и в университете, заниматься развитием своих интеллектуальных способностей? Павел Викторович Зеленков, начальник научно-исследовательского управления СИБГАУ, прошел долгий путь в научной деятельности. А сейчас он уже готовится защищать докторскую диссертацию и по долгу службы помогает студентам и преподавателям нашего ВУЗа реализовывать их научный потенциал. И мы еще раз убеждаемся в том, что быть интеллектуалом, заниматься наукой сегодня и интересно, и очень престижно. Очень часто бывает так, что те молодые люди, которые занимаются научным творчеством, они намного интереснее в общении, они более начитаны, у них более интересный и широкое мировоззрение и кругозор. Поэтому я хотел бы сказать одно. Кроме того, что занятие наукой может приносить и финансовое благополучие, но самое главное, оно приносит тот порядок мыслей и те интересные и значимые ощущения, которые вы можете себе только представить, в сознании каждого конкретного молодого человека. И это очень важно в нашей жизни. Какой для вас настоящий мужчина? Так как все-таки у нас День защитника Отечества, образ настоящего мужчины у меня ассоциируется с военной формой. Одной из стратегических задач СИБГАУ является подготовка специалистов, которые могут обеспечивать обороноспособность страны. Выполнять эту задачу призван в том числе и военный институт. Значение военного образования трудно переоценить, уверен Олег Александрович Платонов, начальник кафедры ракетных войск стратегического назначения. В процессе обучения в военном институте у студентов формируется качество, которое необходимо будущему офицеру. Такие как благородство, ответственность, честь, верность воинскому долгу, любовь к Отечеству. Эти важнейшие личностные качества помогают выпускникам нашего ВУЗа представлять наш университет всюду, где бы они не приложили свои силы и знания. Расскажите нам что-нибудь о настоящем мужчине. Я бы хотела, чтобы мужчины всей планеты дарили женщинам звезды с неба. И это очень простая задача для главного человека в обсерватории. Сергей Александрович Веселков большую часть своей жизни наблюдает за звездами и учит этому других. Подарить звезду с неба – это расхожее выражение, скорее метафора. В реальности ее можно осуществить лишь одним способом – сфотографировать и фотографию вставить в красивую рамочку, сделать надпись и подарить. Это можно осуществить легко, с помощью обычного фотоаппарата. Например, вот эта туманность Северная Америка была сфотографирована мной на обычный фотоаппарат за городом. Можно подарить целую галактику, сфотографировав, соответственно, ее. Это будет очень серьезный подарок. Целая галактика. Какие качества, на ваш взгляд, присущи настоящему мужчине? Мне кажется, это здоровый образ жизни. Любовь к спорту делает мужчину прям настоящим мужчиной. И тем более в нашем Бузе все условия созданы для спорта, и никак нельзя не заниматься им. Дворец водного спорта Сибгау воспитал немало отличных спортсменов. Каждый год на спортивном небосклоне нашего университета зажигаются новые звезды. Студент пятого курса Института космической техники Сибгау Алексей Степанов уже 12 лет является воспитанником Дворца водного спорта. Алексей очень четко знает, как важно в жизни, если и не заниматься спортом профессионально, то хотя бы иметь по-настоящему мужское спортивное увлечение. Заниматься спортом, получать какую-то физическую нагрузку, потому что это у мужчины заложено в генах. Мужчина занимался физическим трудом очень много тысяч лет, и если мужчина не будет заниматься в наше время физическим трудом, он будет очень сильно деградировать. Какие качества вы цените в мужчине? В мужчине я ценю чувство юмора. Человеку, который умеет пошутить, в том числе и над собой, очень легко идет по жизни. Мужчины Сибгау блещут своим чувством юмора не только в жизни, но и на сцене. Лига КВН Сибгау по праву гордится игроком одной из самых успешных команд «Семь пятниц». Артем Аганисян точно знает, чем в жизни может помочь умение посмеяться. Я считаю, что чувство юмора в жизни иметь должен каждый, потому что все мы люди и мы имеем проблемы. Я считаю, что ко всем проблемам надо относиться все равно с капелькой юмора, чтобы это было проще, красочнее, ярче. Но при этом надо не забывать оставаться все-таки каким-то серьезным, что ли, ответственным в первую очередь. Сибгау не зря считается мужским вузом. Парней в университет каждый год поступает значительно больше, чем девушек. Сегодня, в преддверии Дня защитника Отечества, женская часть нашего вуза поделилась своими мыслями по поводу качеств, которые, по их мнению, присущи настоящему мужчине-представителю Аэрокосмического университета. И мы убедились, что в Сибгау работают и учатся самые лучшие мужчины. Мы поздравляем вас с настоящим мужским праздником! С Днем Защитника Отечества!